Как я уже говорил, сегодняшний наш разговор пойдет про регулярные выражения. Наличие текста на трех страницах и не на двух как бы намекает нам, что я могу туда не влезть, но я постараюсь не тормозить, и мы все успеем. Вспоминаем нечто похожее на регулярные выражения, точнее сказать, нечто выполняющее функции сопоставления шаблона, о чем мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили о генерации имен файлов. Когда мы передаем шеллу некий шаблон, а он на основании этого шаблона сопоставляет его со всеми именами файлов, которые есть по соответствующему пути, ну и подставляет соответствующие имена, превращая шаблон в набор строк, которые ему соответствуют. Напоминаю, что язык шаблона был очень простой, он содержал звездочку в качестве заменителя любой строки, вот видите сколько. Кстати, обратите внимание, лс звездочка показал не только все файлы в текущем каталоге, но и содержимое всех подкаталогов текущего каталога, потому что вспоминаем, что звездочка превратилась в список всего, что есть. Вот, итак, она включена? Да, нет, она не включена, а была, я видел, что она зеленая. Ну вот теперь еще раз, спасибо. Да, значит, язык шаблонов состоит из звездочки, которая заменяет собой просто любую строку вопросительного знака, который заменяет собой один символ, соответственно, два символа, три символа, понимаете, да? Диапазон, который заменяет собой, ну скажем так, A, B, C, D, E, вот как-то так. Так, вот все файлы, начинающиеся на A, B, C, D или E. Обратите внимание, что в русской локале традиционно, я уже говорил, большие и маленькие буквы не отличаются при сопоставлении шаблона. Это не значит, что у файлов они не отличаются, у файлов они как раз отличаются. Ну вот, видите, да? А если я сказал бы вот так вот, А, нет, то же самое. Интересно, почему. Ну окей, то же самое, так то же самое. Потом вы. Ну вот, значит, шаблонов, в смысле диапазонов, отрицаний диапазонов, то есть всех слов, которые не содержат соответствующие буквы. Вот. Ну и, кажется, все. Вообще говоря, язык шаблонов неполноценный. Он был рассчитан на применение к спискам именно файлов. Вот. А про списки файлов нам что нужно? Все файлы с похожими именами, все файлы с одинаковыми, извините, расширениями, хотя там строго понятия расширения в имени файлов в Unix нету и в Linux тоже. Вот. Больше ни для чего. А, нет, шаблоны еще используются при программировании в Shell для программирования оператора выбора кейсов. Вот. Ну, там, в общем, тоже картина такая, что они не слишком часто нужны. Зная, что большая часть информации, которая отвечает за настройку системы и настройку рабочего стола, она текстовая. Ну, в некоторых случаях не текстовая, но все равно текстовая. Можно ее сдамить как текстовая. Нам бы хотелось, конечно же, иметь инструмент более гибкий, чем вот такие примитивные шаблоны, который бы соответствовал тому же принципу. Мы задаем шаблон, инструмент этот тем или иным способом получает на вход набор текстовых данных, и из этого набора текстовых данных он выбирает соответствующий этому шаблону стройки. Вот. Вот. То есть было бы неплохо придумать какой-то инструмент, для начала придумать какую-нибудь теорию, вот, которая бы позволяла вот такое сопоставление шаблону реализовывать. И эту теорию придумали очень давно, вот, можно вспомнить именно там Нового Холмского, который разработал теорию формальных языков и грамматик. Вот. Он, правда, это делал совершенно для другого, но, в числе прочего, в числе прочего, вот в его классификации есть класс наиболее узкий, который называется автоматные регулярные грамматики, который отличается от других тем, что как раз алгоритм сопоставления шаблону в нем очень простой. Он имеет, если, вот, боюсь соврать, но кажется псевдополиминальную сложность. В отличие от, допустим, алгоритма сопоставления шаблона какой-нибудь, ну, не знаю, там, контекстно-зависимой грамматики, который почти наверняка НП полный и требует полного перебора. Вот. Псевдополиминальная сложность – это очень хорошо, потому что это означает, что если мы не будем злоупотреблять точками ветвления, то само распознавание произойдет довольно быстро. Вот. Между тем, язык, задающий регулярные грамматики, намного более мощный, получаемый, не, порождаемый регулярными грамматиками, намного более мощный, чем то, что нам позволяет язык шаблонов. Вот им-то мы и займемся, будем заниматься все оставшееся, все оставшееся нами время в лекции. Значит, начну, как ни странно, с примеров. Сначала покажу, как это бывает, да, а потом мы потихонечку разберемся с подробностями. Вы почти наверняка уже видели, как я пользуюсь утилитой, которая называется «Греб», вот, которая, собственно, тем и занимается, что выбирает из входного текстового потока подстройки, в которых содержится шаблон. Ну, что-нибудь в таком духе, не знаю, там, вот если сказать «Календарь» и поставить «Греб», ну, допустим, 23, то из вот этой строковой выдачи утилита «Греб» вынят строку, в которой содержится подстрока 23. Вот она. На самом деле, вот здесь может участвовать не только подстрока, но и, собственно, шаблон регулярного выражения, вот, но к этому мы вернемся в качестве иллюстрации. Просто сейчас мы, я хотел бы привести пару примеров инструментов, которые пользуются регулярным выражением, которыми я буду иллюстрировать все дальнейшие разговоры. Вот. Итак, «Греб» можно рассматривать как фильтрацию входного текста на нахождение в нем подстроки. Ну, на самом деле, этим занимается утилита «Ф-Греб». Вот «Ф-Греб» или «Флэт-Греб», да, это утилита, которая именно что ищет подстроку в строке, и больше ничего. Вот. «Греб» же ищет регулярные выражения. Если нам хватит времени сегодня, я расскажу маленький анекдот, вот, откуда имя «Греб» у нее в Ацпе. Если не хватит, я не расскажу. Значит, это первое, что я хотел показать в качестве такого хорошего примера. И второй хороший пример – это регулярные выражения, используемые для поиска с заменой, что гораздо более интересно. и, вообще говоря, предлагает нам всякие волшебные штуки по преобразованию структурированных текстов делать. Поиск с заменой реализован, разумеется, во всевозможных текстовых редакторах. Он реализован, ну, скажем, в языке программирования. Практически во всех, то есть, что есть практически во всех языках программирования, разумеется, вот, но наиболее явно, и в самом беспардонном виде, он реализован в так называемом потоковом текстовом редакторе СЕД. Вот. Все команды, которые мы учить не будем, потому что нет времени, хотя интересно было бы хорошую штуку, если научиться ей пользоваться. А мы учим только одну. Вот. Эта команда как раз поиска с заменой, выглядит она так. Значит, что такое потоковый текстовый редактор СЕД? Стринг-кендитер, да? Значит, работает он по тому же принципу, по которому работают вообще все линуксовые фильтры. То бишь, он читает входной текст построчно. К каждой строчке применяет команды, которые эту строчку преобразуют и выводят результат на выход. Вот. То есть вы задаете, пишете некоторую программу для СЕДа, специфического очень вида, который преобразует строки, он, значит, построчно их читает и потом построчно выдаёт. Вот. При этом... Таким образом получается преобразование текстов, написанное на специфическом языке преобразования текста. Вот. В числе прочего, в СЕДе есть команда поиска с заменой, которая выглядит примерно так. Ну, давайте, у нас есть календарь, да, вот он, календарь. СЕД. Дальше мы говорим команда СЕРЧ, С. Дальше идёт какой-то символ, неважно какой, допустим, слэш. Дальше мы говорим, ну, не знаю, там, 1 на, не знаю, на что-нибудь, на Q. Вот. Вот так. Значит, вот эти три символа, это ограничители, которые говорят, это шаблон, который искать, это шаблон, на который заменять. И получим вот такую ерунду. Видите, да? Ну, давайте мы ещё скажем греб Q, чтобы она нам это Q. А чё она не выразила, не показала? О. Вот. Смотрите, видите, какая штука? Значит, вся замена произошла. Вот. Мы к СЕДу ещё вернёмся. Возможно, я буду вернуть к нему при пояснении некоторых особенностей работы сопоставления шаблона в строке, но пока что нам греб минус минус колор вполне. Так, а давайте проверим, я правильно сделал? Греб Q. Лес. Да, я правильно сделал, очень хорошо. Вот. Так, минус R. Да, всё, всё, я правильно сделал. Я проверил, является ли ключик минус минус колор всегда раскрашивательным, или он проверяет, стандартный вывод ведёт на терминал, или нет. Вот, проверяет, очень хорошо. Вот. Значит, вернёмся к команде греб, поскольку она, да, поскольку она самая простая. Вот, обратите внимание, я воспользовался алиасом, да, где тут, вот он. Я воспользовался алиасом, у меня теперь команда греб раскрашивает то, что она нашла. Как ни трудно заметить из сложения двух утверждений, что греб – это поиск регулярного выражения в текстовой выдаче, и что вот сопоставление происходит с символом ноль, любой символ является регулярным выражением. Вот. Просто некоторые из них имеют своё собственное назначение, они называются спецсимволами или мета-символами. Вот про них-то мы и поговорим в описании того, как конструируется регулярное выражение. Итак, любой символ – это регулярное выражение. Есть специальный символ, мета-символ «точка», который соответствует произвольному символу «точки», матчится, сопоставляется вообще любой символ в выходном потоке. Видите? Всё это, каждый из этих символов сопоставляется шаблону «точка». Это тоже такое регулярное выражение. Ну, допустим, смотрите. Сейчас, минус вот так, да? А, нет, тут пустых строк нету. А, есть пустые строки. Видите пустую строку? Давайте попробуем сделать так вот. Она всё равно есть, да? А, она всё равно есть, потому что он выглывает столько пробелов. Ау. Окей. Ну, хорошо, давайте просто запустим «греб-точка». Смотрите. А, тоже плохо видно. Окей, давайте воспользуемся тогда вот такой штукой. Эта конструкция называется «here-документ». Мы на вход нашей программе передаем какой-то набор строк, который тут же и набираем, а вот это вот будет обозначать конец ввода. О, вот теперь хорошо видно, что утилита «греб-точка» вывела только те строки, в которых она нашла хотя бы один символ. Пустые не вывела. Этой конструкции у нас, кажется, не было, когда мы говорили про перенаправление ввода. Но вот теперь она есть. В некоторых шеллах ещё есть «here-стринг». Это вот такая штука. Допустим. Это так, к слову. На стандартный ввод направить просто содержимое этой строки. В отличие от «here-документа», где мы должны обеспечить сначала последовательность конца файла, а потом её туда ввести. Ну вот. Значит, ещё раз. «греб-точка» покажет только те строки, в которых есть хотя бы один символ любой. Потому что точка соответствует в любом символе. Более тонкая настройка... Давайте воспользуемся вот этой штукой, она мне нравится. Более тонкая настройка будет состоять в том, чтобы мы зададим диапазон, допустим, от «а» до «ф». И это будет один символ. Вот он. Будет соответствовать вот этому регулярному выражению. Выражению будет соответствовать ровно один символ в диапазоне от «а». Вот. Кстати, обратите внимание, мне пришлось здесь закавычить, вставить апострофы, потому что вот эта штука без апострофы представляла бы собой шельный шаблон. Тот самый, для генерации имён файлов. Поэтому правильнее, когда вы пишете в командной строке что-то, что работает с регулярным выражением, и ставить это всегда в кавычки, иначе некоторые шеллы могут подумать, что это вот про них. Ну, неважно. Значит, ну и последнее, что хочется сказать вот про эту штуку, это отрицание диапазона. То есть, когда вы ставите такую галочку в квадратных скобочках, это будет означать, что все символы, не входящие в это множество. Множество в квадратных скобочках можно объединять, можно написать так. Вот. То есть и диапазон, и просто перечисление. Если вы хотите вставить минус туда, он должен идти последним. Если вы хотите вставить туда квадратную скобочку, она должна быть закавычена. Ну, как-то вот так. Так. А, неверный конец диапазона. Не туда вставил. Что? Что я сделал не так? Почему здесь? Ага, я знаю, о чем дело. Нет. Ну, вот. Что? Да нет, кавычки-то нормальные. Что? Нет, кавычки вновь вставить не нужно. Сейчас я подумаю, в чем тут дело. Не знаю, в чем тут дело. Смитня с ручника. В чем проблема? Ну, ладно. Запишем это на следующий раз, я выясню. Что-то я... Неожиданно. Возвращение гулярики может быть. А-а-а. Возвращение гулярики нет. В смысле? Это должна быть обычная квадратная скобка. Я думаю, что это шел вмешивается. А, ну, да. У Аши такой штуки нет. Давайте попробуем вот так. Я думаю, что это баш вмешивается. Что-то ему не нравится. Нет. Смотрите-ка, не любит. Ну, ладно. Давайте мы это повесим на меня. В следующий раз я расскажу, в чем здесь проблема. Просто сейчас исследовать эту проблему я не хочу. Ладно, поехали дальше. Итак, диапазон. Все это, в общем, совершенно не отличается от того, что мы уже с вами говорили про генерацию имен файлов. Если бы не конструкция, которая называется повторитель. И вот когда мы начинаем... Когда мы начинаем работать с повторителями, у нас мощность того языка, который может порождаться регулярным выражением, возрастает, ну, вот во много раз. Значит, повторитель это... Основной повторитель это звездочка, которая ставится после регулярного выражения атомарного. И результатом сопоставления такого регулярного выражения с повторителем будет... Ну, допустим, так, V и тут, допустим, D. А тут звездочка. Будет вот это регулярное выражение повторенное ноль или больше раз. Ну, вот как-то так. Давайте попробуем. Значит, что у нас там? V. Дальше. A, D, E, F, E, D, A. G, D. О! Почему именно так? Ну, для начала давайте убедимся, что... А, я забыл сказать. Если у нас есть несколько атоматных регулярных выражений, разумеется, строка сопоставляется такой строке, которая, будучи разделена на подстройки, может быть разделена на подстройки, каждый из которых сопоставим с этим регулярным выражением. Да? То есть, если мы скажем, греб... Вот здесь вот. FIF. Да? Мы получим этот самый FIF. Да? Вот это вот уже не атомарное регулярное выражение, а регулярное выражение, состоящее из четырех атомов, из четырех обычных символов. Да? Такая конкатенация приводит к тому, что получается регулярное выражение. Так вот, вот здесь вот, да? Вот здесь вот. Мы получили регулярное выражение, состоящее из трех частей. Да? Атомарное V, атомарное AF звездочка и атомарное D. Давайте проверим, что эта сопостановка произошла. Действительно V, действительно AF звездочка. Вот она. И действительно D. Вот. Правила, которые используются при раскрытии повторителей, и вообще при подстановке не атомарных регулярных выражений, не атомарных регулярных выражений, очень простое, самый левый, самый длинный. То есть в получившейся матчинге, в получившейся сопостановке мы выбираем такую удачную сопостановку нашей подстроке, которая начинается левее всех, а если есть несколько вариантов, начинающихся с одного и того же места, соответствующая постановка должна быть самой длинной. То есть, смотрите, мы начали с буквы V, нашли ее. Дальше мы должны сопоставить это все строке, которая содержит букву от A до F повторенную ноль или больше раз, и вот эта строка. Дальше должна идти буква D, и вот эта буква D. Мы не смогли подставить ее вот отсюда досюда, потому что здесь есть буква G, которая не входит вообще ни в одно из этих выражений. А сделали именно так. Значит, V, дальше AF звездочка, и дальше D. Повторитель – это, собственно, та таблетка, тот механизм, который делает нашу регулярную грамматику достаточно мощным средством порождения различных языков. Про самое левое и самое длинное мы еще поговорим. Что нам не хватает? Нам не хватает умения прилаживать повторитель к неатомарному регулярному выражению. Например, мы хотим сделать что-нибудь в таком духе. Мы хотим, чтобы наше слово состояло из букв А, Б или С, Д по очереди. Повторенных несколько, ну или больше раз. Вот. Давайте я вот что сделаю. Давайте я немножко сделаю не так, я сделаю вот так вот, чтобы мы с вами лишних символов не писали. Утилита EGRE пользуется немножко другим синтаксисом. Про разные синтаксисы в регулярных выражениях мы будем сегодня говорить. Вот. Ну, просто чтобы меньше лишних символов писать. Вот. Так называемый расширенный. Ну, мы пока, значит, про самое обычное регулярное выражение говорим. Итак, давайте посмотрим, чему это сопоставится. Только я звездочку забыл. Да. B, C, A. Чего, нет? А, и греб тоже минус колор. О. Так, давайте смотреть, значит, что нам нашла утилита EGRE в этом выражении. Она нашла последовательность... Давайте мы вот тут вот ставим еще. B, C, A, допустим, D. О, вот теперь хорошо. Она нашла две последовательности вида A или B, за которой стоит C или D. Потом снова A или B, за которой стоит C или D, и так много раз. Вот здесь и вот здесь. Что вполне очевидно. Гораздо менее очевидно, что она нашла такую последовательность, повторенную ноль раз, во всех местах этого слова. Понимаете, да? Поскольку здесь ноль раз, но мы вполне можем найти такую последовательность. Ну, смотрите, давайте составим сложное регулярное выражение. Допустим, здесь будет у нас, допустим, здесь будет у нас, там, не знаю, T, а здесь P. Ой, а здесь P. Понятно, что такого здесь не найдем. Понятно, если мы напишем вот здесь вот T, а вот здесь вот P, то вот оно. T, дальше A или B, дальше C или D, дальше A или B, дальше C или D и дальше P. Менее очевидно, что если мы напишем вот так, то это тоже сработает. Потому что вот эта внутренняя штука имеет повторитель звездочка, а это означает повторение ноль или больше раз. В этом месте понятно? Если нет, задавайте вопросы. Повторитель звездочка, он, с одной стороны, жадный, стремится захватить как можно больше. Например, здесь он из двух вариантов взять B, C или B, C, A, D. Естественно, взял бы C, A, D. Ну, вот здесь, потому что здесь-то он еще был привязан к P в конце. Вот здесь. Вот, он, естественно, жадный. Вот. Но он начинается с нуля. Если ничего не подходит, то можно замачить и ноль. Вот как здесь. В смысле, пустую строку. Вот такие дела. Эта операция называется операцией группировки. Вот. И традиционно у нее в регулярных выражениях два смысла, а в втором смысле я поговорю чуть позже. Соврал, поговорю прямо сейчас. Операция группировки используется также при поиске и замене. Если мы вспомним наш сет, а сет работает точно так же, мы можем написать что-нибудь типа sed, здесь, соответственно, search, вот эту ерунду. Тут только надо сказать минус E большой, что ли. Значит, E большой означает использовать расширенный синтаксис урегулярных выражений, в которых скобочки выглядят вот так. Я потом покажу, как выглядят скобочки в обычных урегулярных выражениях, просто чтобы не пугать вас. Вот. Видите, что произошло? У него вполне успешно замачивалась последовательность t, p. Вот. И мы можем даже здесь вот написать что-нибудь такое. ac, db, ab, dc. Вот так. О, а нет. Что я сделал не так? А, там s было вместо a везде. Ага. Тоже нет. ac, db, ad, bc. Вот. Тоже нет. Ну, блин. ac, bd. Господи, я тормоз. ac, bd, ad, bc. О, заработало. Все, спасибо. Значит, смотрите. Вот раз а или b, c или d, а или b, c или d, а или b, c или d. Ну, короче говоря, вот эта вот последовательность, повторенная 0 или больше раз, в начале стоит t, в конце p. Взяли, заменили на эту штуку. Но, зачем я вспомнил оператор set, команду set? А затем, чтобы взять и, например, написать вот сюда, заменить, пожалуйста, это на содержимое первой группы, которая у нас отмечена была в списке. И получится вот такая штука. Видите, да? Первые, первые же скобочки, которые нам встретились, последние, последние, да, получается, bc. Чудесным образом, последние скобочки, которые нам встретились, были подставлены в качестве бэкслэш и номер скобочек. Ну, понятно, это были одни и те же скобочки. Они сначала замачивались вот сюда, потом вот сюда, потом вот сюда, потом вот сюда, а потом мы их подставили. То, что было в этих скобочках, подставилось вот сюда. Если мы хотим сразу вот это все подставить, ну, мы просто делаем еще одни скобочки снаружи, вот тут. И здесь пишем все то же самое. Вот, пожалуйста. Значит, то, что замачивалось вот в эти скобочки, в большие, было подставлено между двумя бебячками, вот, а t и p пропали. Вот. Вот это превращается вот в это. Синтексис в седе именно, именно такой бэкслэш, а дальше номер группы. Обратите внимание, что у нас еще вторая группа есть, ее тоже можно куда-нибудь вывести, например, вот сюда. Вторая группа. Вот так. Ну, вот это наша bc, которая последняя замачивалась этими скобочками и вывелась вот сюда. Ну, давайте, это слишком сложный пример. Потому что вот, если бы не было всего вот этого, да, я бы вам показал вот такое, вы бы отказались это читать вслух. Вот. Вообще регулярное выражение проще писать, чем читать. Вот. Давайте я покажу попроще что-нибудь, да. Сед минус е, минус е я сказал. Сэрдж, ну, допустим, a.b.c. Вот здесь вот мы поставим скобочки. А здесь мы поставим минус бэкслэш 2, минус бэкслэш 1. Один. Минус. Вот. И здесь напишем что-нибудь типа a5b6c. Вот здесь достаточно очевидно, да. У нас две группы помечены. Каждая из этих группов стоит ровно из одного любого символа. Эти группы стоят между a, b и c. Значит, мы хватаем a, b и c. Значит, у нас в группах стоит 5 и 6. А дальше мы их в обратном порядке. Сначала вторую группу, потом первую вывозим. Заменяем, вернее. Получается 6 и 5. К этому моменту вопросы есть. Еще раз о нумерации скобочек, потому что вот здесь она не очевидна. Номер, который мы здесь указываем, это номер просто скобочек по ходу их следования. Это первые скобочки. Это вторые скобочки. Содержимое группы это то, что туда замачивалось в последний раз. Сюда замачивалась вся последовательность между t большое и p большое. А вот сюда каждый раз матчились пары то ли a, то ли b, за которым следует то ли c, то ли d. И поэтому в последний раз туда замачивалось bc. Вот это самое bc. Вот это. Оно и было подставлено. Вот. Вот такая картина. Последнее, если мне не изменяет память, что есть в обычных регулярных выражениях, это позиционирование под строки, внутри строки. Обратите внимание, что наша строка, вон где-то наши красивые грепы, наша под строка, утилиты греп, ищется в произвольном месте. Где найдено, значит, там и произошло. Там и найдено. Но вообще говоря, регулярные выражения, в отличие от регулярных грамматик Хомского, которые достаточно абстрактно описывают, ну, просто универсальный язык порождения, значит, автоматных, регулярных языков, регулярные выражения нужны для работы с реальными текстами. А в работе с реальными текстами бывает очень важно поискать текст в начале или в конце строки. Вот. И вот позиционирование поначалу и по концу строки входит также в базовое регулярное выражение. Ну, давайте вот воспроизведем вот это. Даже не так. Воспользуемся поиском. Если мы, допустим... А, ну это слишком слово. Ну хотя, почему? Вот. Видите? Дайте даже не так сделать. Вот так сделать. Вот. Смотрите. У нас в этой строке было найдено раз, два, три, четыре последовательности символов от А до Ф любой длины. На самом деле их там было найдено гораздо больше, потому что они любой длины. Вот. Но длинных было найдено столько. Значит, Е, Д, Д, ФЕФ... Нет, ФЕФ, Д, Е, И, Г, И, Д. Вот. Если мы теперь отставим сюда такую крышечку, это будет означать, что поиск идет только с начала строки. О! Даже я бы сказал вот так вот. 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 Произвольное количество символов от А до Ф плюс обязательный символ либо С, либо Т дают нам строку длины либо 2, либо 1. Либо дают нам строку длины от 1 и больше, в зависимости от того, сколько сюда вставится, но только в начале строки, как указано вот этой крышкой. Если, допустим, мы туда вставим что-нибудь еще, все, сопоставление не получится. А так оно получается. Вот. Напоминаю, что звездочка повторителя от нуля, видите? А Ф звездочка замачивалась на пустую строчку. Ну, мы могли туда сделать, могли сделать и так. Вот. И то же самое относится к концу строки. Да? Можно поставить доллар, означает конец строки. Как видите, такая последовательность в конце строки не находится. А вот если вот так сделаем, она там находится. А Ф звездочка у нас матчится на Д, а С Т у нас матчится на Т. Вот. Обратите внимание, опять же, значит, А Ф звездочка матчится в пустую строку, а Т матчится на Т. Но только в конце строки. Там посередине строки такое тоже находилось, но нет. Позиционный символ доллар как бы говорит нам, что... Не как бы, а говорит нам о том, что это выражение нужно искать именно в конце. Обратите внимание, что в отличие от других значащих регулярных выражений, там, диапазонов, точек, символ доллар и символ крышечка не матчатся сами по себе никакому символу. Не сопоставляются никакому символу. Они просто позиционируют выражение в начале или в конце строки. Вот это, то, что мы сейчас описали, да? Значит, любой символ, точка, диапазон, повторитель, катенация выражений, группировка и позиционирование дают нам мощный механизм по сопоставлению шаблонов, который можно использовать самими разнообразными способами. Ну, вот мы уже тут поупражнялись. Можно вот здесь сделать так, вот, ls-1, да, там, grep, ну что, o.o. Ага, а как нам точку задать? Или бэкслэш-точка, да. O.o, бэкслэш-точка, звездочка. Вот, давайте посмотрим, что получится. Ну, все так. Неа, смотрите. Кто ее съел, зачем? А, тут же звездочка. Значит, смотрите, что я здесь написал. Погрепить, пожалуйста, то есть поискайте во входном потоке данных все строки, содержащие o, любой символ, o, и дальше неограниченное количество точек. O, любой символ, o, и ноль точек. О, любой символ, o, одна точка. Ну, да, как это, захотел, получил. Такой основной принцип работы в командной строке. Если вы написали какую-то командную строку, наверное, вы хотели ее написать. И вы получаете то, что вы хотели. Если вы говорите, ну, не знаю, там, случайно написали вот такую команду. Ну, вы хотели ее написать. Да, это называется принцип «захотел, получил». Ну, так вот, я, наверное, хотел вот именно этого. На самом деле, я, конечно, хотел нету, я хотел точку, чтобы была точка. Значит, тогда надо вот так. Ага. Видите? А вот теперь нам выдались только те файлы, в которых встречается строка o, произвольный символ o, и точка. И здесь как раз самое время заговорить о квотировании. Дело в том, что мы можем либо лишить наш символ подговоренности, лишить наш символ его мета-сущности. Ну, например, бэкслэш-точка означает обычную точку. Кстати, еще один способ. Кто мне скажет, еще один способ загрепить именно точку? Да, совершенно справедливо, скобка, вы знали. Вот. Ну, понятно, потому что внутри диапазона там уже просто обычный символ. Значит, так вот, возвращаясь вот к этому, мы можем либо лишить наш символ его мета-сущности и превратить его в обычный, как в этом случае, либо, наоборот, по договоренности считать, что там, допустим, скобка является круглая, является просто скобкой, а группирующий мета-символ скобкой пишется как бэкслэш-скобка. Именно так работают утилиты греб. То есть, если бы я вам приводил примеры утилиты греб, то здесь бы я везде поставил бэкслэши. Ну, вот давайте один из примеров какой-нибудь. Если бы я не использовал расширенное регулярное выражение, использовал бы только... Надо было писать вот так. Регулярное выражение, в которых много квартирных символов, например, обычное базовое регулярное выражение, вот написано таким способом, читать еще хуже. Поэтому я предпочитаю использовать расширенные там, где это возможно. Кроме того, в расширенных и регулярных выражениях есть разные полезные штуки. В частности, мы можем себе вообразить повторитель, который не мачится на пустую строку. Потому что повторитель, который мачится на пустую строку, это зло. Понимаете почему? Он мачится везде. Мы этого не видим, а он мачится везде. Любая строка мачится что-нибудь звездочкой. Вообще любая. Ну, вот смотрите. Ну, то есть вы это уже поняли, но все-таки, чтобы было понятно, греб, там, не знаю, е-греб. Е-греб, чтобы было, чтобы было, да там, звездочка. Мачится? В каком месте? А в любом. Ну, в начале, например. Потому что у нас правила самые левые и самые длинные, в начале мачится. Короче, конечно, было бы, было бы удобно иметь повторитель, который хотя бы один раз или больше, да? Этот повторитель есть в расширенных урюлярных выражениях, он называется плюсик. Ну, минус колор забыл. Да, давайте сделаем алиаз. Алиаз, е-греб равняется, е-греб минус минус колор. Не мачится. Почему? Повторитель с плюсом. Да, у нас нет такой ситуации, чтобы строчка А, Б где-то там встречалась. Обратите внимание, что А, Б это сначала А, потом Б. Да, это не диапазон. Вот. Очень удобный повторитель плюс. Очень удобный повторитель вопросительный знак. Вопросительный знак это ноль или один раз. То есть он не приводит к разрастанию строки. Если я сейчас напишу А, Б, А, Б, нам греб покажет, естественно, все красненьким, потому что это будет несколько матчей. Поэтому лучше давайте сет напишем. Давайте напишем сет какой-нибудь. Сет минус е. Вот. И здесь, что там? Вопросительный знак, да? Был просительный. Вот. Так работает. И так работает. А вот так уже не работает. Кстати, обратите внимание, как работает редактор сет, если подстановка не произошла. Подстановка не происходит. Вот. Довольно очевидно, я считаю. Так, не запутались ли вы с бэкслышами и небэкслышами? Еще раз. Есть два синтаксиса стандартизованных регулярных выражений. Еще сто пятьсот синтаксисов нестандартизованных. Но вот эти два называются базовый и расширенный. Базовый – это то, что мы проходили вплоть до операторов позиционирования. И в базовом синтаксе требуется сопровождать скобочки бэкслышами. В расширенном не требуется. И помимо этого, в расширенном есть еще повторитель плюс, повторитель вопросительный знак, альтернатива – очень удобная штука. Мне тут сделали замечание, что я почти все, про что рассказываю, называю очень удобным. Ну, наверное, я пытаюсь таким образом передать ощущение, что мне с этим, ну, очень удобно работать. Смотрите, альтернатива. Дайте грепам. Альтернатива – простая штука. Мы пишем что-нибудь типа такое – А, Б или Ц, Д. И вот в эту строчку будет… Сейчас. Что-то нет ни А, Б, ни Ц, Д, что ли? Давайте попроще. Будемте проще. Так, здесь ничего нет, ни А, Б, ни Ц, Д, здесь есть А, Б, здесь есть Ц, Д, и обе они мачатся. Либо то, либо другое. Если я напишу вот так, что это будет? Ну, во-первых, понятно, что он там замачивается, там замачивается Ц, Д. Кто мне скажет, что означает вот это регулярное выражение? Какие строки будут мачиться? Строки, состоящие из последовательности А, Б или Ц, Д в смеси, в любом порядке. Давайте проверим это. Ц, Д, А, Б, А, Б, Ц, Д. Да, значит, каков порядок применения? Мы берем вот как можно левее, как можно более левую и как можно более длинную строку и проверяем, применяется ли к ней вот это. Чтобы проверить, применяется ли к ней вот это, мы берем первый кусочек и применяем к ней вот это, то есть выясняем, что это А, Б или Ц, Д, дальше второй кусочек, дальше третий, но и так до тех пор, пока она не закончится. Очень удобная, да, очень удобная штука, альтернатива. Так, где-то еще были? А, вот они. Слушайте, а я начал говорить про расширенное регулярное выражение, а на самом деле, на самом деле я хотел до этого еще привести несколько примеров того, как это работает. Ну ладно, давайте я уже договорю про расширенное, а потом расскажу, как работает. Значит, что еще есть? Еще есть повторитель, где вы явно указываете количество. Ну, допустим, от 2 до 5. Обратите внимание, если я здесь напишу еще где-нибудь тут вот А, Б, Ц, Д, Ц, Д, Ц, Д. О! Видите, вот это А, Б, уже не влезло, потому что либо 2, либо 3, либо 4, либо 5. Повторитель с четким указанием размера. И наоборот, если я все поудаляю... О! Ц, Д, есть, но он не дотягивает до этого повторителя от 2 до 5 раз. О! А, тут Б, Ц, Б. А, Б, Ц, Д. О! Да? 5 раз, а дальше вот уже А, Б, А, Б не лезет. Ну, не лезет. Почему? Что я сделал не так? А, их 2 разные, слушайте. Она сначала одну, потом вторую, зараза, замачивала, да? Правильно я сказал? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Ц, Д. Вот, вот эту А, Б, она не замачивает. Ну, понятно, да? Вот эта штука, это просто 2 последовательности такие. Одна вот такая. Раз, два, три, четыре, пять, да? А другая вот такая. Раз, три, четыре, пять. Вот и все. Их там 2. Вот. Это нас смутило, что оно красное. Вот. А вот эта не замачивалась, потому что вот этих 5, а вот эта одна, а не 2. Чтобы закончить эту тему, скажу, что вы можете указывать четкое количество повторителей. Ну, допустим, 3. Нет, 4. 3, оно бы сейчас показало все красным. Понятно почему. Потому что их там 6, этих пар. Вот. Или оставлять один или другой конец открытым. Например, вы можете написать вот так, и это будет означать от... От одного или от нуля? От нуля. От нуля и до четырех. Видите, да, что красного нету, значит, ни одного вхождения А, Б или Ц, Д не было. Но поскольку повторитель от нуля, то строчка замачивалась. Вот. Ну и в обратную сторону, верно, если вы пишете там от четырех до бесконечности, то так не работает. Так не работает. А вот так уже работает. Вот. И последняя... Да, значит... Нет, потом. И последняя важная штука, про которую я не буду долго распространяться, это так называемый класс эквивалентности. Очень помогает, когда вы работаете с реальными текстами. Например, вы хотите выковырять из текста только цифры. Вы говорите что-нибудь такое. E-GREP. Кстати, есть в E-GREP. Плюс. О, как же. Digit. А, забыл эту самую сказать. Сейчас. Забыл сказать, перенаправление херестринг забыл сказать. О, смотрите. Вот здесь вот такой именованный баян означает на самом деле... Вот именно такой, который я сейчас отметил. Означает на самом деле, что здесь должен быть символ из класса, ну, например, цифры. Вот. Мы можем сюда приписать, ну, допустим, R. И тогда будет цифра и буква R. Вот она замачивалась. Видите? То есть в диапазон мы можем... В диапазон расширенного регулярного выражения мы можем вписать не только вручную набранные символы и заданные диапазоны, но и некоторые названия. Ну, например, Digit или какой-нибудь Alnum, если мне не изменяет память. Алфаветно-цифровой. Alnum. Я так думаю, у нас сейчас все замачивается. Алфавет... Нюмерик. Да, елки-палки, опять забыл перенаправление. Вот. Ну, числа и буквы. Почему в предпредыдущем примере замачивалось R1, R2, R3? Потому что вроде как в регулярке написано что должны быть цифры после не буквы. Нет, это диапазон. Помните, что такое диапазон? Любой один символ из этого диапазона. Ага, забыли. Понимаете, да? Да, да. То есть я мог бы написать не так. Я мог бы написать... Вот вместо слова Digit Я мог бы написать в стиле... Ну, ноль, естественно. Да, вот. Получилось бы то же самое. Оно даже короче. Оно короче, но понятно, что когда вы пишете имя диапазона, это как бы нагляднее. Читаете Digital, Num, там Space. Очень, кстати, хороший диапазон Space. Это пробельные символы. Привод строки, значит, пробел, табуляция, горизонтальный период формата. Вот такое. Дышь. Ну да, его тут нет. Он покрашенный на самом деле. Он просто белый на красный. Вот. Ну вот, значит, расширение гулярного выражения. Вы можете начать сомневаться, но расширенные гулярные выражения соответствуют тому же классу. Они поражают тот же класс языков, что и обычные. Мы можем несколько скрипя сердца смоделировать все, что нам предлагают расширенные гулярные выражения с помощью обычных. Просто получится гораздо больше картины. Альтернативу мы можем смоделировать параллельным применением. То есть один раз применить к тексту, другой раз применить к тексту, третий раз применить к тексту. Разные выражения. Повторитель плюс мы можем понятно смоделировать сначала регулярным выражением, потом им же со звездочкой. Повторитель вопросительный знак. Не знаю. А, двумя различными регулярными выражениями, в одном из которых есть соответствующая штука, а в другом нету. Повторители с количеством. Ну, понятно. Короче говоря, расширенные регулярные выражения обрабатываются так же быстро и хорошо, как и обычные, но предоставляют некоторое количество дополнительных плюшек, некоторыми из которых можно удобно пользоваться. Ну, в частности, я люблю пользоваться расширенные регулярные выражения из-за скобочек. Потому что они тут менее-менее мозгоносящие. Не вот такие. Немножко, 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 так, отсылка к теории. Значит, как работает алгоритм матчинга самый левый, самый длинный? Давайте я попробую это проиллюстрировать. Давайте я попробую это проиллюстрировать на каком-нибудь довольно сложном примере. Допустим, у нас есть регулярное выражение A точка звездочка B точка звездочка A и мы хотим его сопоставить со строкой V по T бла бла только большое а. Вот. Как это будет происходить? Первым делом мы разделим наше регулярное выражение на не атомарное, на атомарное регулярное выражение. Атомарное выражение в выражении A. Самый левый элемент это вот этот. Ну, давайте подпишем, значит, вот это первое, это второе, это третье, и это четвертое. Четыре вот это четвертое. Пять их, пять. Вот это четвертое, вот это пятое. Вот. Пять атомарных регулярных выражений в составе большого. Да? Вот сюда у нас матчится первое. Дальше у нас стоит точка-звездочка. Алгоритм матчинга потом расскажу, чему он соответствует, будет работать как самый жадный. Самый левый, самый длинный. Значит, мы самое длинное сопоставление с буквой A нашли, нашли. Теперь самое длинное сопоставление со звездочкой. Жих! С точкой-звездочкой. Дальше мы пытаемся найти букву B, не получается. Происходит бэктрекинг. Это означает, что мы, наша гипотеза, что точка-звездочка первая, регулярное выражение атомарное номер два соответствует вот этому, неверно. Ну, мы же жадные, значит, мы будем сопоставлять вот такому. Опять не работает. Вот такому. Не работает. Вот такому. Не работает. вот такому. Ага. Если мы сопоставим только вот отсюда, вот досюда, то следующая попытка сопоставить регулярное выражение номер три с буквой B сработает. Да, значит, два, три. Дальше пойдет попытка. Что? Козвездочка, это же и точка любого. Любое количество любых символов. Вот. Дальше мы будем сопоставлять регулярное выражение четыре. Вот такое. Но тогда у нас не получится еще а в конце. Вот такое. Опять не получится регулярное выражение пять. Вот такое получится. Значит, вот это регулярное выражение четыре и вот это регулярное выражение пять. Все. Значит, подстановка вот такая. Обратите внимание на то, что первая точка звездочка длинная, вторая точка звездочка короткая Потому что самый левый самый длинный То есть, когда мы проходим, мы делаем сначала предположение, мы пытаемся захапать как можно больше А потом происходит бэктрекинг Если бы нам не удалось найти, ну, например, у нас была бы вот такая штука, смотрите Здесь, наверное, не получится Здесь бы все равно сработало Если бы нам не удалось найти регулярного выражения, начинающегося на буква с этого места То мы бы в нашем бэктрекинге в конце концов дошли бы до ситуации, что ни это неверно, ни это неверно, ни это неверно И дошли бы до ситуации, что само предположение, что здесь начинается наше регулярное выражение, неверно Мы бы двинулись дальше, оно не здесь, не здесь, не здесь, а вот здесь мы, наверное, бы и даже замачили. Смотрите, A, точка звездочка, пустое регулярное выражение, B, точка звездочка, это L, A. Если бы оно начиналось не отсюда, оно бы началось вот отсюда. Но нет, самый левый и самый длинный, вот это соответствует нашему регулярному выражению. Еще один пример привести такого же разбора? Или было понятно? Который у нас час? 15 минут еще, да? Даже чуть больше, я опоздал сегодня. Давайте приведу, потому что мне показалось, что это не вполне очевидно. Ну, что-нибудь такое. CD или AB плюс доллар. Да? И дальше так, ну-ка. S, A, B, C, A, D. Пробуем. К сожалению, ну-ка, не к сожалению, а поскольку это выражение расширенное, тут интерпретация разделить на кусочки и прямо попытаться их замачить, она не работает. Нам придется подключать воображение. Ну и тем не менее. Значит, пытаемся замачить отсюда. CD, нет никого CD. Отсюда. Ага. А отсюда мачится, смотрите. Вот эта вся ерунда является собой атомарное выражение CD или AB. А, нет, сейчас. Ну да, и вот это AB. Кажется, у нас ничего не получится. Не-не-не, не получится. Смотрите, AB. Замачили AB. Значит, дальше мы должны идти отсюда. CD, CA, не годится. CD, не годится. А в конце стоит позиция доллара. То есть эта вся наша подстрока должна стоять в конце строки. Упс, ничего не вышло. Идем дальше, 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 дальше. А вот если, допустим, я сюда напишу вот так, только дойдя досюда, ну и давайте ради примера AB, AB, CD. Вот так. Значит, смотрите. Отсюда мачник начался. Мы честно начали подставлять, подставлять. И тут внезапно выяснили, что здесь есть какое-то CA. Оно не мачится этим регулярным выражением. А тут стоит позиционирование в конец. Значит, пошли дальше, 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 дальше. Начали мачить отсюда. И нам внезапно повезло. AB, AB, CD и конец строки. И оно заработало. То есть результат вот такой. Давайте пометим. Значит, это 1, это 2, это 3. Да, все большое 1, а там 2 и 3. Нет. Бактерии не больше, чем 1 раз? Больше, чем 1 раз. Именно. 1 и 2. 1 и больше. Да, 1 и больше. Не больше, чем 1, а больше, чем 0 раз. Вот. В результате вот это будет 2. Ой, это было 2. 2. Это 2. Это 1. Вот они все и замачились. Вот. Бактериакинг, повторяю, состоит в том, чтобы, если у нас не получилось в данном предположении самый левый, самый длинный замачить наше регулярное выражение, немножко ужать самое правое регулярное выражение и снова попробовать. Если мы ужали до такой степени, что его не существует, мы его выкидываем, переключаемся на предыдущий матчинг. Ну и так дальше, до тех пор, пока не выяснится, что мы, вот как в данном случае, отсюда не можем ничего замачить, и нам нужно идти дальше. Этот способ разбора называется Pattern Driven Matching, или просто сопоставление с возвратом, слегка неудобен тем, что если у вас встречаются вот такого рода конструкции, то, несмотря на свою укаживающуюся простоту, она, кстати, матчет пустую строку. Ее придется довольно долго проверять, да? Вот вложенные и умноженные на... Ну, как бы... Вложенные пустые повторители... Пусто-бесконечные повторители могут привести к довольно долгой работе алгоритма. Слава богу, только эти. Значит, именно поэтому там, где можно вместо пустых повторителей использовать плюсики, потому что плюсик отжирает обязательно кусочек строки. Да. Существует оптимизатор регулярных выражений? Да, существует оптимизатор регулярных выражений, если они регулярные. В частности, вот такие штуки довольно быстро матчатся, как пустые строки. Вот. Но это уже интеллект. Вот. И, например, если мы напишем вот так вот, этот интеллект будет... Нужно иметь еще более крепкий интеллект. Сейчас. Что-то у меня... Вот так вот. Да? Вернее, D. Ну, понятно, да? То есть, вообще-то должно матчиться любой последовательностью А, D. А также вот любой последовательностью, когда вот... Ну, вы поняли. В общем, так писать не надо. Не надо делать вложенные повторители. Вот. Повторить повторители, особенно звездочки, это нехороший дел. Почему я про это вспомнил? А, но... Но... Это... Это... Можно кого-нибудь попросить выключить мой телефон? У меня в кармане лежит. В одном из... Спасибо. Это только в том случае, если мы используем сопостановку с... Как это? С бэктрекингом. С... О, забыл слово. С возвратом. Поиск с возвратом. Смотрите. Поиск с возвратом хорош тогда, когда нам нужно производить не только поиск, но и последующую замену, чтобы мы могли разметить разметить куски строки, какое регулярное выражение, где там замачивалось. В принципе, в принципе, есть другой механизм. Механизм сопоставления то, что называется не pattern-driven, а string-driven поиск. То есть, то был поиск с возвратом, а это будет сопоставление. Идея вот в чем. Предположим, что у нас есть регулярное выражение там а звездочка а б и мы хотим его сопоставить выражению а а б. Да? Давайте пойдем с другой стороны. Мы будем брать строку по символу и пытаться понять, каким именно из этих выражений она соответствует. При этом у нас на каждом шаге при добавлении очередного символа будет добавляться какое-то количество возможных вариантов разбора, а некоторые варианты разбора будут отпадать. При этом не будет никакого бэктрекинга, но будет одновременный просмотр сразу нескольких вариантов возможной подстановки. Смотрите. Шаг первый. Да? А. Какие есть варианты? Что А это А звездочка? Да? Значит, А это А звездочка. Второй вариант. Что А это вот такая конструкция А звездочка А, потому что А звездочка у нас превращается в ничего. Имеет же она право превратиться в ничего. А звездочка. Ну, а А превращается в А. Понятно это потому что надо написать? Потому что. Понятна эта конструкция? Смотрите. У нас есть два варианта разобрать строчку А. Первый вариант. Решить, что А соответствует А звездочке. Второй вариант. Решить, что А звездочке соответствует пустота, А соответствует собственно следующему А. Вот это А. В смысле вот это А. Окей. Поехали дальше. У нас есть, как видите, два варианта. Разбираем строчку АА. Что у нас происходит с первым вариантом? Да все хорошо, мы можем считать, что АА это тоже А звездочка. Что у нас происходит со вторым вариантом? Ничего хорошего. Со вторым вариантом у нас происходит такая ерунда, что АА мы пытаемся мы уже сопоставили А с вот этой конструкцией, теперь пытаемся с ААБ сопоставить, ничего хорошего не происходит, то есть мы должны писать, что оно несопоставимое. АА звездочка ААБ. На предыдущем втором шаге, на предыдущем втором варианте мы уже вот это сопоставление сделали, теперь нам нужно как-то распарсить строчку АА, а тут у нас стоит Б. Ну и все. Ну потому что А не равно Б, А не сопоставим с Б. Все, значит это сравнение нас не интересует. Но у нас еще появляется третье сопоставление. Третье сопоставление означает, что АА у нас сопоставима с А звездочкой А, потому что на первом шаге у нас А сопоставилось со звездочкой, А на втором шаге у нас А сопоставилось с А. Сейчас покажу с каким, если вы еще не догадались. А сопоставилось с А. Ой, это не А. Смотрите, вот это А, это вот эта А звездочка, а вот это А, это вот это А. Да. У нас есть время? У нас нет времени, но я все равно покажу. Что, нету X-Compose? Он у самого что не набирается? По молчанию работает. Слушайте, ну хорошо, вернусь обратно и покажу, значит. Есть клавиша Компоуз на клавиатуре. Компоуз меньше минус. Компоуз больше минус. То есть Компоуз, Компоуз запятая минус. Кочерга какая-то. Компоуз Ц, 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 П. Что еще там бывает? Компоуз О апостроф. Ну вот такое. Компоуз Крышечка 1. Компоуз. А что вы назначите, то и будет. Я не знаю. Ну вот, 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 вот здесь. Раскладка. Каша, Компоуз. Тут правда не стоит, но я могу поставить. Что там? Меню. А нет, не меню. Что-то другое. А, вот почему у меня теперь на русские приключения не работает. Надо вот так делать, а здесь поставить меню. Да. Ну вот, работает, да. О, отлично, теперь русский заработал. Вот, короче, и это просто такое название, да, вы можете повесить эту функцию Компоуз, на какую хотите клавишу. Я, к самом деле, вот сюда хочу, ну, неважно, это потом все настраиваю. Вот. Значит, возвращаемся к разбору, а то у нас время заканчивается. Третий шаг. Строчка А, Б. Что у нас случается с первым вариантом? Ничего хорошего. У нас А, Б, сопоставить мы ее должны с А звездочка А, и оно, конечно, не равно ему. Да, мы добавляем еще одно атомарное регулярное выражение к нашему сопоставлению и получаем ерунду. Ну, потому что А не равно А, потому что Б не сопоставима с А. Ну, не равно, я, кстати, пишу точно так же, да, чтобы было понятно. Что у нас случается со вторым шагом? А второй шаг протух еще в прошлый раз. Что у нас случается с третьим шагом? А, Б, тут было А, 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 значит, мы должны прибавить еще одно атомарное регулярное выражение, то бишь, Б, О, О, счастье, оно сопоставимо, А звездочка, А, Б. Ну, вот, что и требуется доказать. Вот. Этот разбор, в отличие от разбора с бэктрекингом, вообще никакого бэктрекинга не имеет. Он, правда, зато может вести сразу несколько параллельных анализов. Вот. И требует больше памяти. Поскольку он не имеет бэктрекингов, он работает быстрее, особенно если этой большей памяти есть. Вот. И главное, в отличие от разбора с бэктрекингом, он известно, когда закончится. То есть, вот такой алгоритм разбора сводится к недетерминированным конечным автоматам, а вот такой к детерминированному. Вот. Ну, потому что понятно, да, здесь мы всегда знаем от какого состояния к какому переходить, а здесь, извините, мы попробовали одну ветку, уперлись в тупик, подкатили назад, попробовали другую ветку. Вот. Проблема состоит в том, что если у вас только поиск, то вот эта штука работает хорошо. А если у вас поиск с заменой, то здесь не всегда можно, не во всех случаях, можно правильно отметить те группы, на которые вы потом будете ссылаться. И это, собственно, нас перевозит к теме, а какие еще бывают регулярные выражения, кроме описанных. А также... Ух ты, время как много ушло. Ну, я все-таки закончу. А, я позже пришел, извините. Значит, помимо Грепа и Седа, какие еще есть утилиты, использующие регулярные выражения. Есть утилиты ТР. А, да. Ну да, ТР. Это такой маленький-маленький сет для бедных. Заменить все символы из одного на другие, или удалить все символы, соответствующий диапазон. Ну, вот, допустим, вот так вот. КАЛ ТР минус Д ноль. Да, что я сделал? Удалил все нули, конечно. А если вот так вот, Дигит. Календарь особо забавно выглядит в таких случаях. Он состоит из какого-то количества пробелов. Ну, неважно. Вот. Значит. Вот так. А можно сделать вот так вот. Минус С. Заменить пробел там, ну, не знаю, на точечку. Упс. Комплиментал. Нет, без С. Вот так. С это значит комплиментал. Все непробелы заменить на точечку. Извините. Причем, включая переводы строки, обратите внимание, я заменил на точечку. Угу. Из таких вот известных, если вам внезапно захочется написать программу на языке какого-нибудь программирования, который чего-то такое парсит, то, наверное, вам захочется изучить язык программирования Perl или АВК, которые также устроены как СЕД. То есть они обрабатывают входные данные сообразно матчингу регулярным выражением. Но в отличие от СЕДа, там вполне разумный синтаксис. АВК так вообще немножко на Си похож, и он довольно простой. Ну вот. Наша утилита MAN, которая, как известно, запускает на самом деле утилиту ЛЕС, также прекрасно ищет по регулярным выражениям. Ой, слушайте, только давайте не по-русски. Ну, не знаю. СИС тем. СИС тем. Вот, пожалуйста. Видите? Отмечает сереньким в данном случае. СИС точка звездочка тем. Они все равно вот такие. Хорошо. СИС точка звездочка, ну, не знаю, АЛ. О. Да? Значит, СИС точка звездочка АЛ. СИС точка звездочка АЛ. Чуть было не сказал, очень удобно. Вот. Ну, правда же. Ну, вот тут какие-то большие строчки. Текстовый редактор ВИМ. Про который мы не будем говорить. Хотя очень хочется. Вот. Позволяет... Давайте что-нибудь такое волшебное сделаем. А, ЛС... ЛС... Минус ФАЦ. О! Допустим, не знаю, там. С четвертой строки по двадцатую строку заменить слово ПЫ на слово... Не знаю. Йо-йо. Вот. Ломали. Видите, да? Все. Вот. Ну, то есть, ну, вот... Текстовый редактор с возможностью поиска с заменой регулярного выражения это просто большое счастье. Так. У нас осталось совсем немножко времени, а разговоров еще очень много, но... Это разговоры такие, ну, вот уже... Ну, например, в том же редакторе ВИМ, ну, ВИМ, вы можете, например, написать вот так вот. И это будет... Сейчас скажу. Вот так вот. Допустим, ми. Вот. Обратите внимание, что... Даже не так. Сейчас. Тут, по-моему, больше ми нет никаких. Пр... Нет. Сейчас. Я попробую. Хочу найти что-нибудь... Что-нибудь, чтобы начиналось. Короче, вот этот бэкслэш, бэкслэш-скобочка, это начало слова. Бу. Где бы найти что-нибудь такое, чтобы было и в начале слова, и в конце слова. Сколько тут файлов бессмысленных каких-то. Ну, ладно. Да, ну, хотя бы одну букву, господи. Вот буква в начале слова. Вот, пожалуйста, смотрите. Отмечены только те буквы, которые находятся в начале слова. Отмечены только те буквы, которые находятся одновременно и в начале, и в конце слова. Это такие, смотрите, это оператор позиционирования, который сам по себе не матчится. Но он позиционирует ваше сопоставление только в то место, где начало слова, конец слова и так дальше. Вот. Что еще бывает? Буквы не... Ну, много всего. Значит, вот таких удобств довольно много. Что еще надо было сказать сегодня? Сегодня надо было еще сказать, что в разных языках программирования могут использоваться разные диалекты регулярных выражений, и в частности разные способы выделения или квотирования или не квотирования мета-символов, разные способы отсылки к карманам, как вот в седе, да, заменительный карман номер такой-то. Например, в перле там доллар номер кармана используется. Вот. А в питоне там вообще минные карманы бывают. Вот. То есть... Есть, слава богу, в Линуксе движок Gnuri Gexp, который достаточно стандартно, его используют почти все, но не все. Вот. И когда они не все, там начинаются всякие-всякие модернизации. Ну, например, вы используете программу Греб, вот. Она внезапно поддерживает расширенное регулярное выражение, бэкслэш, скобочка фигурная, оказывается повторительным с числами, что, в общем, в стандарте обычного регулярного, базового регулярного выражения прописано. Ну, вот такие вот мелочи. Но самое главное, что я хотел сегодня сказать, и на этом закончить, это то, что в толстых языках программирования вроде перла, питона, джелскрипта, пхп, по-моему, используются регулярные выражения, которые таковым не являются. Они нерегулярные. То есть они выводят нас за класс, за пределы класса регулярная грамматика. Ну, вот, видимо, я покажу питон, и на этом разговор закончится. Значит, просто документацию по питону покажу по регулярным выражениям в питоне, и вы все поймете. Что мы не можем замачивать регулярным выражением? Регулярным выражением нельзя замачивать две вещи. Первое. Нельзя по-человечески замачивать так называемый бэк-референс, то есть три вещи. То есть поискать что-то в тексте, а потом сказать, вот этого три штуки, пожалуйста. Три таких же. Не три произвольных, а три таких же, как только что нашли. Грубо говоря, в грепе написать, в грепе написать, сначала закавычить, закавычить, вернее, объединить что-то в группу, а потом эту группу в виде бэкслэш-м там же поискать. Кстати, греп, кажется, это умеет. Вот, не помню. Давайте посмотрим. Сейчас покажу, что я имел в виду. или давайте егреп для красоты. Егреп, точка, точка, звездочка, бэкслэш-1. О! О! Видите, как он думал? А, уже не думал. Ну, или, допустим, не точка, там, два выслушали. О! Видите, что? Нашел двойку, дальше что-то, и дальше и последняя тоже двойка. Или там даже не так. Точка, там, допустим, два. О! Да? Значит, что? Какой-то произвольный символ, дальше двойка, дальше произвольное количество символа, а дальше и этот же символ еще раз. Мы сослались на него прямо в процессе поиска. Вообще говоря, вот это нас уже выводит за рамки регулярных выражений, вот это уже контекстно-свободное выражение. Кажется. Потому что мы не знаем, да. Вот. Но это бы еще полбеды. Такие штуки работают тогда, когда они работают. Мы, например, не можем написать вот так. Просто кто-то у меня съедает все ЦПУ. Флэр Фокс у меня съедает все ЦПУ. Куда я зашел, что он у меня съедает все ЦПУ? Да нет, никуда. Вот. Я хотел показать, я хотел показать, значит, про питон и закончить на этом. Да, значит, пока он там открывает питон, что-то медленно, мы не можем написать вот так. Видите, да? Бэк-Рэффиненс не работает, пока он не случится, потому что все-таки мы пытаемся удержаться в рамках регулярных выражений. Вот. И последнее, что я хотел сказать, это нерегулярные выражения в питоне, перле, где-то еще. Кстати, сказать, пока оно открывается, наиболее популярный движок таких крутых выражений, более, более, менее регулярных, чем регулярные, это как раз перловый, так называемый ПЦРЕ, который используется довольно часто. Я про него рассказывать не буду, потому что времени нет и вообще, а вот про питоне покажу, просто покажу, чтобы вы поняли, в чем проблема. Итак, я сказал, бэк-референс – это выход за пределы регулярных выражений. Еще один выход за пределы регулярных выражений – это так называемые немачащие шаблоны, когда вы говорите «искать, скажем, строчку, которая идет только перед строкой ААА». Но вот это ААА оставить в буфере и дальше потом его распознавать. Это называется look-ahead – посмотреть вперед. вот, да, заматчить строчку. Сейчас покажу, как это в питоне выглядит. Где она тут? Look-ahead – вот она. Вот эта вот группа, вот такой вот вопросительный знак «равно» в начале, она производит поиск строки, но вот это то, что тут написано, не матчится. То есть вот Исак Айзимов, Айсек Айзимов, заматчится только если после слова «айзек» стоит слово «айзимов», но при этом разбор продолжится со слова «айзимов». И то же самое look-behind, который на самом деле гораздо более… Вот этот. А, нет, вот этот look-behind, который на самом деле более сложная штука, потому что мы должны заматчить строку, которая стоит там, только если перед ней что-то уже стоит. То есть мы должны забраться обратно в распарсенный буфер и там посмотреть. Да, как тут подскажут, однопроходный компилятор не получается. Это уже нерегулярное выражение. Вот пример. Видите? Мы матчим в DEF, только если перед этим стояло ABC. Стояло. Это ABC мы тоже могли… Мы уже распарсили, мы его тоже могли поматчить как-то. Вот. То есть мы как бы забираемся обратно в строку, вот в то место, которое мы уже посмотрели. Вот. И самые страшные вещи – это так называемые нежадные повторители. Где они тут? Вот он. Нежадные повторители. Помните главный принцип разбора регулярных выражений? Самый левый, самый длинный. Нежадный повторитель выдает вам в этом месте короткое… короткий… самый короткий вариант из возможных. Ну, например, вот такой вот вам выдаст нулевой вариант, если он возможен при сопоставлении. Вот такой выдаст единичный вариант, если он возможен при сопоставлении. Чем плох, нежадный повторитель? Помните, если кто-то помнит еще теорию формальных языков грамматик, чем хороша регулярная грамматика? Она либо левая, либо правая. Мы знаем, с какой стороны ее разбирать. У нас получается сам алгоритм матчинга, псевдополименальный, он получается страшный, если у нас очень-очень-очень много вот этих повторителей вокруг повторителей. А так он получается… Вот у нас есть там два повторителя. Мы знаем, с какой стороны накапливать. Мы строчку смотрим слева, а матчинг смотрим справа. Нежадный повторитель говорит нам, что мы не знаем, с какой строки смотреть. С какой стороны. Вот. Так что злоупотребление нежадными повторителями может привести к невинному с виду регулярному выражению, которое будет парситься гораздо дольше, чем срок жизни вашего компьютера. Я вспомнил, что я хотел еще последнее сказать, и на этом я закончу, уже честно закончу. Есть такой классический труд, называется он MRE, Mastering Regular Expression, он же Oval Book, известный в народе как, ой, это блог, это мы на блог залезли. О, вот он, вот Oval Book, книжка о 400 страницах по регулярному выражению, ничего удивительного, что мы сегодня все не успели. И там есть пример регулярного выражения, которое с виду выглядит очень просто, а зависает навсегда. еще в первом издании, в первом издании этой книжки, сейчас у нас третье издание, в первом издании этой книжки было, было регулярное выражение для языка Перл, которое матчет почтовый адрес, оно было на 16 страницах. 16 страницах, Карл Перл. Домашнее задание к сегодняшней лекции, если вам интересно прочесть MRE, потому что оно, конечно, продается и там его надо покупать, но в принципе Урайли сквозь пальцы глядит на всякое размещение его книжек в виде PDF на ресурсах, и поэтому MRE найти очень легко. Только ленивый не опубликовал у себя эту книжку. Вот. И я нашел такой довольно легендарный сборник задач на регулярные выражения, составит 10 регулярных выражений, вот, увидите ссылки на сайт. Только не выполняйте там задание номер 7, потому что задание номер 7, это как раз замачить почтовый адрес согласно соответствующему РФЦ. Это вот то самое, что у Фридла занимается 16 страниц в книжке. А все остальные можно сделать. Ну вот, если есть какие-то вопросы, задавайте, а то и так уже отняло у вас времени больше, чем планировалось. Окей, значит, тогда мы, это дело заканчиваем и возвращаемся к намеченному ранее плану. У нас еще пакеты не обсуждены совсем никак, да? Вот. Ну, в общем, у нас еще конфигурация системы не обсуждалась. Короче говоря, нам есть еще о чем поговорить. Вот. На чем, собственно, и всем спасибо.